В вечном романе Александр Дюма «Три мушкетера» помимо известных всем сцен закручена серьезная политическая интрига. Кардинал Ришелье борется за влияние при дворе и плетет заговор, в том числе заговор против королевы. И главным инструментом одного из таких заговоров становятся великолепные алмазные подвески королевы. Агенты кардинала воруют их, чтобы скомпрометировать монаршую особу, и благодаря Дартаньяну и его товарищам планы кардинала срываются. Дюма выстроил сюжетную линию вокруг борьбы за алмазные подвески. Самое удивительное не факт борьбы за них, а то, что нас это не удивляет. Бриллианты, то есть ограненные алмазы, считаются символом успеха невероятного масштаба. Поп-культура тут играет ключевую роль. Мы видим бриллианты на звездах, которые носят их на ковровых дорожках. На них же, на звездах эти бриллианты в фильмах, мы хотим выглядеть так же. Ну, мы в смысле девушки в основном. Я как бы не очень бриллианты люблю носить, ношу только по выходным. Понятно, что бриллианты становятся символом роскоши, успеха, даже если люди носят не бриллианты, а их более дешевые заменители. Помимо светских раутов и мероприятий, бриллианты связаны с одним важным блоком тем. Это брак. Отношения между мужчиной и женщиной в целом. Фраза «Лучшие друзья девушка — это бриллианты», которую в год смерти Сталина спела Мерлин Монро в знаменитейшем фильме «Джентльмены предпочитают блондинок» и спустя 71 год звучит как базовая аксиома. Однако мало кто знает, какой труд маркетологов стоит за этим феноменом. Алмазы и бриллианты связаны не только с человеком. Они появились на Земле задолго до него, миллиарды лет назад. Некоторых сюда вообще занесли метеориты. Эту часть истории мы сегодня трогать не будем. Нас интересует что-то более близкое и осязаемое. Мы расскажем, как связаны караты и деревья. Как хозяин кровавого алмазного бизнеса строил империю длинной во весь континент. И как женщины-геологи совершили открытие века в Якутии. Но долгое время их имена были попросту забыты. Обо всем этом прямо сейчас в новом выпуске нашего цикла «Просто вещи», который мы делаем вместе с моим соведущим, преподавателем Высшей школы экономики Александром Файбом. Ссылку на его YouTube-канал вы найдете в описании к этому выпуску. Подписывайтесь. История бриллиантов. Кровавая и сверкающая. Начнем мы с Индии. Примерно восьмое столетие до нашей эры. Тогда люди впервые начинают не просто говорить об алмазах, но и записывать свои впечатления от этого камня. Например, индийский манускрипт «Урок прибыли». Так и называется. Судя по его тексту, алмаз уже тогда знали и ценили за то, что способен выдерживать удары, за то, что без проблем царапает стекло и невероятно блестит. Говорили, что трон самого Будды был вырезан из одного цельного алмаза, хотя сегодня все сходятся, что это был просто горный хрусталь. Древние путали не только хрусталь с алмазом. В голове у индийцев в той поры существовало странное поверье. Они думали, что алмазы, которые находились среди камней, растут там, как в земле. Ну, как какая-нибудь репа или брюква. Для индийской культуры алмазы тесно связаны с божественностью. Их называли ваджра, что означало «удар молнии». Алмазы использовали в украшении храмов, при создании статуй богов. Типичный образ фигурки с глазами из алмазов – это индийская находка. Помимо этого, алмазы глотали, то есть буквально брали и глотали. В медицинских трактатах предлагали заниматься этой процедурой, чтобы излечиться от всех болезней на свете. Сомнительно, что это помогало, благо алмазы возвращались в природу, пройдя известный путь по человеческому организму. Запомните эту тему с глотанием алмазов. Мы к ней еще вернемся. Друзья, впереди сезон отпусков. Пора планировать долгожданный отдых. Забронировать билеты, отель и, конечно, оформить полис от Тинькофф Страхования. Это очень удобно. Страховка подходит и для спокойного отдыха, и для экстремальных путешествий. При необходимости персональный менеджер за один час подберет врача и медицинское учреждение. А расходы на такси и лекарства на сумму до 500 долларов Тинькофф Страхование возмещает в течение нескольких дней. Оформить полис можно всего за одну минуту, прямо в приложении Тинькофф. И если сделать это до 30 апреля и не аннулировать полис в течение двух недель, то можно участвовать в розыгрыше одного из пяти промо-кодов на 100 тысяч рублей для покупки билетов в Тинькофф Тревел или выиграть главный приз до 1 миллиона рублей на путешествие вашей мечты. Более того, все, кто оформит полис в период акции, получат приятный бонус 500 рублей на первый заказ авиабилетов в Тинькофф путешествия. А если воспользуетесь промо-кодом, который указан на экране, то сможете получить скидку 10% на оформление полиса от Тинькофф Страхование. По подписке Тинькофф Про или Премиум скидка суммируется с кэшбэком до 10%. Ссылку с подробностями я оставил для вас в описании. Когда мы рассказываем о какой-то простой вещи, обычно один регион быстро сменяет другой. Постоянное путешествие товара или ресурса между странами и уголками мира. Алмазы – камни особенные. Индия, как известно, это особая цивилизация. Там как в пятом веке до нашей эры обожали алмазы, так и спустя тысячи лет оставались верны себе. Вплоть до 18 века. То есть, относительно недавно в исторической перспективе, Индия была единственным местом в мире, где эти камни массово добывали и, конечно, ими торговали. Путешественников и торговцев это привлекало невероятно. И вот француз Жан-Батист Тавернье в 17 веке решил, что ему по душе далекие края и отправился в Индию. Его два тома путевых записок совпадают с впечатлениями тверского купца Афанасия Никитина во время его странствий по Индостану. Они даже посещали одни и те же города. И оба заезжали в Галконду. Это была столица индийских алмазов. Сегодня это часть города Хайдарабад. А тогда это было одно из чудес света. Крепость Галконды была не просто богата, хорошо защищена и безумно красива. Такого в Индии много. Она была настоящим архитектурным шедевром. Чтобы защитить алмазные богатства, которые хранились в цитадели, архитекторы спроектировали аналоговую акустическую сигнализацию. Один негромкий хлопок в ладоши у входных ворот было слышно на расстоянии, внимание, одного километра выше точки крепости. Все для того, чтобы в случае проникновения воров или вторжения охрана быстро смогла сгруппироваться и ликвидировать опасность. Богатства Галконды доставались непросто. Все алмазы в крепость и на рынке города тащили из ближайших рудников. И это был ад на земле. Не последний в нашей истории. На рудниках работали около 60 тысяч человек. Причем не только взрослые мужчины, еще и женщины и дети. Пока мужья копали землю и доставали гравий, их домочадцы под кнутами надзирателей шли промывать добытый материал, чтобы получить алмазы. Одним из камней, который нашли на рудниках Галконды, был легендарный Кахенур. С персидского это переводится как «гора света». Еще бы, 20-граммовый камень. Это очень серьезный размер. Сегодня он украшает корону Елизаветы II, которая после ее кончины хранится в Тауре. Но почему этот камень не в короне нынешнего британского короля? Это длинная история. По легенде, изначально это был глаз в голове фигуры одного из индийских богов. Потом богохульники Раджи вытащили его из глазницы ради своей алчности и поплатили за это. Камень стал считаться символом проклятия. В таком статусе он попал в династии завоевателей, великих моголов из Центральной Азии. Они огранили алмаз и вставили в легендарный павлиний трон Шаха Джохана. Этот трон стоил в два раза больше, чем весь Тадж-Махал. Только вот вдоволь посидеть на троне с алмазом у Джохана так и не вышло. Один из сыновей Шаха восстал против отца, убил братьев и посадил Джохана в темницу. Проклятие в действии. Следующий владелец – Надир Шах из Персии. Его называли Наполеоном Востока. А сам Наполеон, европейский, называл себя новым Надиром. Только вот роскошный трон, который он унес из похода в Индию, оказался Надиру не под силу. После этого похода его как подменили. Надир стал параноиком, утопил страну в крови, начались восстания и в итоге он был убит приближенными телохранителями. Видимо, не зря не доверял. Его выжившие дети боялись павлиньего трона, как огня. Здесь камень вроде бы и теряется, но в середине 19 века его находят британцы. Легенда о проклятии заинтересовала королеву Викторию. И она сделала его главным украшением своей империи. Казалось, Викторию ждет бесславный конец. И тогда родилась новая интерпретация легенды. Этим проклятым камнем без ущерба для себя владеть могут только боги или женщины. Поэтому после смерти Виктории камень оказался в короне жены следующего короля, а потом у следующей и тогда Елизаветы. Наверное, поэтому Карл как-то не особо стремится сделать Кахенур своим. 21 век, а красивые легенды никто не отменял. Итак, легендарный Кахенур попал в Европу лишь в 19 веке. Но из Индии алмазы начали двигаться на запад задолго до этого. И у этой истории есть свой главный герой. Вернемся в эпоху, когда никаких английских королев на горизонте еще не было. Александр Македонский к 29 годам играючи снес величайшую империю своего времени. Но ему этого было недостаточно. Он хотел большего. Поэтому он решил пойти еще дальше. Александр направился в Индию, где все было в новинку. Климат, слоны, культура. Но что впечатлило его и его воинов, не меньше всех этих слонов, это алмазы. Когда войско Александра Великого повернуло назад, так и не подчинив себе эту землю, оно унесло с собой блестящие камни. Так европейцы впервые столкнулись с Индией и встретились с ее алмазами. Среди греков новый камень получил название Адамос, нерушимый. Снова обыгрывается его главное свойство, супертвердая поверхность. Но все равно при Македонском эти камни были редкостью необычайной. Другое дело римляне. Посмотрите на эту карту находок римских монет. Римляне через Красное море и персидские земли активно торговали с Индией, особенно Южной, где алмазов гораздо больше. Плиний Старший писал, что алмазы дороже всех других драгоценных камней и любых других человеческих вещей. А индийские алмазы вообще напоминают кварц. Они прозрачные, правильной формы с гладкой поверхностью и размером с лесной орех. Правда, дальше Плиния понесло. Он писал, что алмаз нельзя разбить молотком. В средние века эту версию докрутили и объявили, что разбить алмаз можно только рогом черного тура, то есть быка. Ну а как проверить-то? Почему бы и нет? Наверное, можно. Прежде чем мы пойдем дальше, хочу вас предупредить. Даже не думайте проверять слова Плиния про алмаз и молоток дома. Легендарный автор наврал. Алмаз, если по нему ударить молотком, разбивается как миленький. Видимо, охотников поучаствовать в этом челлендже в истории хватало. Поэтому таким вот образом многие камни просто перестали существовать. Помимо чепухи про молоток, Плиния уверял, что алмазы тают в козьей крови. Способны нейтрализовать действия яда, если их съесть. Ну и еще до кучи, что они лечат безумие, если на себе их носить. Настоящие животворящие караты. Кстати, о каратах. Вы не думали никогда, почему вес драгоценных камней, в том числе алмазов, измеряют в каких-то там каратах? Тут тоже есть интересная история. Есть такое дерево. Цератония или рожковое дерево. Его семена обладают особенностью. Они все весят почти идентично. Поэтому в регионах вокруг Средиземного моря, где растут эти деревья, договорились использовать эти семечки как меру веса. Слово цератония или кератония со временем превращается в карат. И мы находимся в реальности, где вес алмазов определяют старым названием семечек какого-то там дерева. Какая у нас картина получается? Европейцы в курсе об алмазах, понимают их ценность. Но их мало. И если бы и не было их в европейской истории вплоть до 14 века, вообще бы ничего не поменялось. Именно до 14-го. Заметили, что мы ни разу не назвали алмазы бриллиантами. Все дело в том, что бриллианты тогда еще не придумали. Бриллианты это только ограненный алмаз. А до этого дошли достаточно поздно. Раньше алмазы полировали, раскалывали, но огранки не происходило. И вот первые попытки что-то делать с камнями, которые завозили в богатеющую Европу, начались в великих торговых городах. В Венеции и немецком Нюрнберге. Но это были, ну, скажем, больше эксперименты. Какой смысл от товара, на который нет спроса? Но вскоре все изменится. В середине 15 века на французском престоле оказывается король, который наконец-то закончит 116-летнюю резню с англичанами и закончит победой. Это король Карл VII. Но за каждым великим мужчиной, как мы с вами знаем, стоит не менее замечательная женщина. В случае Карла ей стала не жена даже его, а любовница Агнеса Сорель. Агнеса была невероятно красива. Даже папа римский, забыв о приличиях и правилах, что королю не пристало иметь любовниц, не сдержался и сказал, у нее самое прекрасное лицо, которое только можно увидеть на этом свете. Агнеса была королевой моды французского двора. Платье со шлейфом в 5 метров, глубокое декольте. Это и сейчас не всегда уместно. А в Европе 15 века это почти смертельно опасно было. Но ее связь с королем защищала от любых нападок. Но что важнее для нашей истории, она первая из придворных дам начала носить на себе ограненные бриллианты. И это было феерично. Она задала стандарт женской моды не только для своих придворных дам, но и для всей Европы. И я даже не уверен, что эта мода потом когда-либо проходила. Что-что, а бриллианты всегда были актуальны. И обязаны мы этим королевская любовница неземной красоты со специфическим вкусом в одежде. Поэтому, когда бургундский герцог Карл Смелый заказал своему придворному ювелиру Людовику Ван Беркину камень, с которым он будет сиять на поле боя, мастер сразу вспомнил про бриллианты. Именно Ван Беркин придумал тот концепт огранки камней, который нам с вами сегодня известен. Результат так понравился герцогу, что он решил украсить бриллиантами все свои доспехи. Герцог Бургундский был первой особой высшего статуса, который вышел в свет в бриллиантовых украшениях. Ну, Карл Смелый вообще был неординарной личностью. Один из последних рыцарей Европы. Герцог, который мечтал стать королем. Он посмел, что называется, закуситься с элитой пехоты того времени, со швейцарцами. Те, со всем принятым среди них неприятием статусов и чинов, разгромили армию бургундского герцога. А самого его зарубили алебардой. Бриллианты рассыпались по всей округе. Бургундия королевством так и не стала. На теле Карла нашли тот самый большой бриллиант. И камень попал в руки простого швейцарца. Тот сначала не понял, что вообще оказалось в его руках. И предложил купить священнику этот камень за один флорин. Ну, это где-то 20 тысяч рублей по современному курсу. А тот уже перепродал его швейцарским командиром. За три франка. Это уже больше. Тысяч семьдесят. Но все равно за такой камень деньги смешные. То есть, вы понимаете, никто из простых людей тогда даже близко не понимал ценности бриллиантов. Но тут бургундская история бриллиантов не заканчивается. У Карла Смелого была дочь Мария. За ее руку и сердце боролись многие монархи Европы. Все-таки при данной у девушки было что надо. Территория всего современного Бенилюкса и Восточной Франции. Ее мужем стал Максимилиан Габсбург. Когда он делал ей предложение, то подарил ей кольцо. На золотом кольце бриллиантами была выложена буква М. Поэтому Мария с радостью приняла предложение, а территория Бенилюкса стала частью владений Габсбургов на следующие сто лет. Но камни нужно было где-то обрабатывать. И решили сделать это неподалеку. На родине ювелира Ван Беркина. В Антверпене. Сегодня Бельгия и Нидерланды зажиточные, но невеликие страны. А в 15 веке их города были настоящими бриллиантами на карте Европы. Это был самый богатый и развитый регион Европы. А Антверпен по праву был его негласной столицей. Для понимания, в городе на конец 15 века насчитывалось до 200 тысяч человек. В Лондоне в тот момент не было и 100 тысяч, а в Париже было плюс-минус столько же. Местные мастера стали настоящими гуру в сфере огранки алмазов. Вскоре почти все бриллианты Европы, а затем и мира, стали антверпенскими. Спустя многие века этот статус никуда не делся. Через Антверпен, город с, пожалуй, самым красивым вокзалом Европы, до сих пор проходит 84% всех необработанных и 50%, то есть половина, 50% обработанных мировых алмазов. Бриллианты с началом эпохи Ренессанса захватывают Европу. Добытые в Индии и ограненные в Антверпене, они становились главной ценностью любого монарха. Ну, помимо короны, разумеется. Богатство Индии манили запахом специй и блеском алмазов. Они двигали Васко-де-Гамой и Колумбом. Но монополия Индии не могла держаться вечно. Бразилия была владением португальской короны, единственным в Америке. Только ей долго не могли найти достойного применения. Сахарный бум, о котором мы рассказывали в самом первом выпуске «Простовещей», закончился. Все, кому не лень, начали искать в Бразилии золото. И тут произошло неожиданное. Наступил 1725 год. В одном поселке золотоискателей объявляется человек по кличке Фраде. До этого он был католическим священником. Причем не где-нибудь, а в Гоа, португальской колонии в Индии. Он замечает, что местные играют свои игры странными блестящими жетонами. Как же он обалдел, когда узнал в этих жетонах алмазы. Он быстренько выкупил почти все под предлогом того, что коллекционируют камни. И уехал на прощание, сообщив местному рантье, что он здесь нашел. Тот уже передал эти сведения местному губернатору. И тут началось любопытное. Местный губернатор по традиции колониальных предприятий был максимально не заинтересован докладывать о находке в метрополию, в Португалию. Он хотел навариться по максимуму. Надзор со стороны государства мог только мешать. Следующие четыре года, до 1729-го, местный губернатор скрывал от короны информацию об алмазах. Когда она стала известна, губернатора выкинули с должности. Португалия получила шанс вытянуть золотой билет. Точнее, алмазный. В этом ей помогло еще одно случайное событие. Мы рассказывали в выпуске про кофе о том, как тяжко было на плантациях в Бразилии. Про невероятно тяжелый труд и дикую смертность на полях. Иногда на эту работу привлекали и местных индейцев, а не только африканских рабов. Так вот, один из рабов-индейцев узнал, что белые дьяволы очень ценят эти блестящие камешки. Он вспомнил, что в его родной деревне такого навалом. Индейец сбежал с плантации, а потом его поймали в одном из портовых городов при продаже алмазов на развес, как будто это фасоль. Он, недолго думая, указал на алмазной россыпи около городка Тиюн. Это была победа. Королевским указом Тиюн в честь алмазов переименовали в Диамантину. Следующие 150 лет Диамантина будет центром мировой добычи алмазов. Вот она. Возможность для Португалии, наконец, отыграться за прошлые неудачи. Стать по-настоящему первой силой в мире с помощью бразильских алмазов. Но вот незадача. Сегодня ни Бразилия, ни Португалия не считаются центрами мировой торговли. Там нет ведущих бирж, там нет лучших мировых компаний. Что же произошло? Проблема в управлении. Что сделала корона, когда узнала, что в ее руках такой источник дохода? Правильно. Они выгнали всех свободных людей с территории, где нашли алмазы. Взамен эту территорию передали под контроль парочки придворных лизоблюдов, которые накачали регион рабами, чтобы тратить поменьше, а зарабатывать побольше. Нужно ли говорить, что местным золотоискателям, которые сменили золотую лихорадку на алмазную, это не понравилось? Они начали незаконно проникать на территорию, воровать алмазы и продавать в черную. И никто им ничего не мог сделать. Была еще одна проблема. Несмотря на качество бразильских алмазов, оно было высшего разряда, лучшие дома Европы смотрели на это с максимальным скепсисом. Синонимом качественных камней была Индия, а Бразилия воспринимали как родину алмазов за 300 сомнительного качества и происхождения. И тут португальское правительство придумало хитрую схему. Они везли бразильские алмазы в Индию, в тот самый Гоа, и оттуда уже в Европу. Гениальный ход. Но, как вы понимаете, возить алмазы через весь мир – это жутко накладно. Так что бриллиантовый билет Португалии оказался подпорченным. Но даже после того, как Бразилия обрела независимость, в начале 19 века алмазы не стали символом ее благополучия. Напротив, алмазы стали символом несправедливости и бедности. На дворе середина 19 века. В России отменяют крепостное право, в США – рабство. А вот в Бразилии никто об этом даже не думает. Нужно искать алмазы. Черные рабы под кнутом бригадира в дикую жару совершенно роют землю, чтобы найти заветные камни. Они не получали ничего, даже кормили их не всегда. Сотни умирали от дизентерии и малярии. Единственный способ выжить – это быть полезным для хозяев. Если ты находил камень весом 8-10 карат, вот около 2 грамм, ты мог получить новую одежду или шляпу. Если найденный алмаз около 3,5 грамм, ты мог получить и свободу. Правда, вряд ли тебе удастся ей успешно распорядиться. Пойди сначала доберись до города, а потом найди работу, где возьмут бывшего раба. Лишь с отменой рабства в Бразилии в 1888 году ситуация в алмазных регионах начала улучшаться. Правда, к тому моменту и самих алмазов стало меньше. Месторождение под Диамантиной подочерпалось. Но тут на мировой карте появилось еще более богатое на камне место. Представьте себе такую сцену. Мальчик-пастух ведет стадо вдоль берега реки и вдруг замечает странный светящийся камень. Это оказался алмаз, причем не какая-то там мелочь, а настоящий гигант. 83,5 карата. Когда он его продавал, то взял не деньгами. Он взял 500 овец, 10 валов и 1 лошадь. Сегодня этот бриллиант в ограненном виде знают как звезда Южной Африки. Именно этот бриллиант разжег алмазную лихорадку в будущий ЮАР. Местные жители, фермеры-колонисты голландского происхождения, буры, были не особо довольны охотой на алмазы. На землю, на которую они уже считали своей, которую они возделывали, пришло множество людей, которые в этой земле никакой ценности не видели. Эти люди искали драгоценные камни. Любой, даже самый малюсенький камушек приводил к тому, что район, где его нашли, тут же наводнялся очередными алмазоискателями. Буры раздражались. Такими фермерами были два брата по фамилии Дебирс. Им было абсолютно неинтересно вот эта вот вся добыча алмазов. Им интересна была земля под скот. И их реакцию на добыча алмазов можно понять. Кому понравятся эти соседи-авантюристы, которые не просто занимаются поиском, а могут и в общем имущество у тебя отжать ради каких-то там стекляшек. Неудивительно, что Дебирсы хотели побыстрее продать эту землю и уехать. И им предложили сделку. Никто иной, как Сесил Джон Ротс. Сесил Ротс родился в Великобритании, но жизнь в метрополе у него не сложилась. У него было слабое здоровье, серьезные проблемы с сердцем, недолеченный туберкулез в придачу. И чтобы мальчик не умер, родители приняли решение отправить его в страну, где климат был поприятнее. И отправили его в Южную Африку. Парню на тот момент не было даже 18 лет. Ротс в молодом возрасте обладал очень специфическим складом характера. Он был такой упрямый, хитрый интриган. И вот во время поездки в городок Кимберли он понял, что заниматься дальше хочет только алмазами. Он сходил просто с ума по местным камням. Как Ротс писал сам своему другу в письме, алмазы стали для него настоящим наркотиком. Он хотел их все больше и больше. Причем не только для себя, но и для своей страны. И тут происходит один очень важный момент. Алмазы к концу 19 века перестали быть символом элиты. Бразильские, южноафриканские алмазы, которые хлынули на рынок, снизили цену настолько, что алмазы мог себе теперь позволить средний класс. Несмотря на снижение цен, рост спроса увеличивал выручку всех, кто занимался этим бизнесом. Из нишевой истории он становился промышленным делом с большим количеством товара и соответствующими суммами. И вот это привлекло в дело крупных финансистов, клан Ротшильдов. 18-летний паренек Ротс на деньги Ротшильдов, которые оценили его навыки и бизнес-планы, начинает скупать в Кимберли одну шахту за другой. Он не особо волновался по поводу сумм. Его задача — объединить разрозненный, разбитый на фрагменты район Кимберли в единый пазл. На пути к этой цели Ротс не останавливался ни перед запугиванием фермеров, ни перед поджогом их фермы. Вообще, говорят, даже и убийствами не гнушался, если люди не хотели им продавать землю. И вот к 1891 году Ротс объединил владения и стал монополистом в добыче алмазов в Южной Африке. В его руках оказалось, вот просто представьте себе, 90% мировой добычи алмазов. Конгломерат Ротса получил название в честь парочки тех самых братьев Буров, которые одними из первых продали Ротсу свою землю. И вот так начинается история компании «Дебирс». Тут следите за руками. Ротс понял одну принципиальную вещь — алмазы не могут стоить. Это было просто нерентабельно. Как он говорил, даже если в мире осталось всего 4 человека, бриллиантов нужно было бы продавать столько, чтобы только двое могли себе их купить. Владея гигантской долей в мировой добыче, он принял радикальное решение. Он взял и сократил добычу в два раза. Но деньги деньгами? У Ротс помимо этого были политические амбиции. Его не интересовали просто бабки. Они были ценны, поскольку прокладывали дорогу к власти. И вот в 1890 году Ротс получил пост премьер-министра капской колонии южной части будущей ЮАР. Политическая власть сразу пошла в дело. Он начал заключать соглашение с представителями народов, которые жили чуть севернее ЮАР. Где-то обманывал местных вождей, где-то шел на уступки. Если местные отказывались идти навстречу, у него в руках была сила британской южноафриканской компании и ее, собственно, частной армии. Главной целью было объединить владение Британии с Александрией в Египте, там вот на самом севере Декиптауна, на самом юге. Так называемая красная линия Ротса длиной во весь огромный континент. И все это на деньги с продажи алмазов. И вот под властью Ротса и его прокси к 1894 году оказалась территория размером в две Франции. Уже через год эта земля получит название Родезия. Ну, человеком он был невероятно скромным, поэтому просто назвал территорию в честь себя любимого. Сегодня это земли таких стран, как Зимбабве и Замбия. На новую территорию приезжали колонисты, разворачивались поиски новых месторождений алмазов и разработка уже известных. Захват земель окупался довольно быстро. Едкие французы карикатурно изображали Ротса помешанным на своем величии. Ну, в общем, так оно и было. Тогда же рождается еще один миф про самые драгоценные из камней, чтобы никто лишний не выносил алмазы из шахт, которыми владел Ротс, чтобы не вносил их внутри своего тела. Был специально пущен слух, что алмазы ядовиты. Вот так история про глотание алмазов ради лечения от болезней сделала свой круг. Теперь люди боялись глотать алмазы, чтобы вносить их внутри себя, потому что боялись отравиться. И шло все вроде неплохо, но вот в 1902 году Ротс умирает довольно молодой, в возрасте 48 лет. Некудышное здоровье, благодаря которому он вообще-то оказался в Африке, подвело его еще раз. Сердце такого темпа жизни не выдержало, и Ротс умер. Последними его словами были такие. Так мало сделано, так много нужно сделать. Но в реальности-то сделал он очень много. Именно Ротс сначала дал простым людям почувствовать всю прелесть алмазов, а потом снова их забрал. Ради алмазов и веры в собственный идеал он смог в короткий срок подчинить своей власти гигантские территории и капиталы. И мало кто может с ним в этом деле сравниться. Алмазы с месторождения Дебирс продавались в начале 20 века везде. От Лондона и Шанхая до Нью-Йорка и Санкт-Петербурга. Сегодня Россия многими считается родиной алмазов. Росцепи Якутии — это мировой бренд. Но так было не всегда. Есть очень популярное мнение, что русская земля всегда была богата разными рудами и минеральными ресурсами. Это не так для большей части истории России. Русская равнина — это сравнительно плоский рельеф без каких-либо гор. А где нет гор, там все сложно с рудой. В выпуске про деньги мы говорили, что русским царям приходилось перечеканивать западную монету, потому что неоткуда было взять материал для собственной. Тут явно было не до жиру. Очевидно, что с алмазами обширной восточноевропейской равнине тоже не повезло. Первые упоминания алмазов в гардеробе русских царей возникают только при первых романовых. Царь Михаил любил носить алмазные запонки. Потом, уже во времена Петра Первого, в моду как символ высочайшего статуса вошли пуговицы из алмазов. Такой символ шика. По сути, алмазы тогда были именно что символом, ничем иным. Императрица Екатерина Вторая стала амбассадором бриллиантов в России. Уж больно она их любила. Даже играла на них в карты. При ней империя приобрела одно из главных алмазных богатств. Бриллиант орлов. Ну как же еще его назвать? Он весит около 40 граммов. И, конечно, не идет ни в какое сравнение с алмазом «Спаситель России» из фильма «Ширли-мырли». Однако на рынке драгоценных камней этот бриллиант почти в 200 карат – сумасшедшая ценность. У орлова интересная история. Помните, мы рассказывали про Кахенур вначале? Так вот, орлов – это бывший алмаз Кахетур. Уже созвучно. Он был соседом Кахенура в павлиньем троне. Но во время похода персидского на Дершаха, на Моголов, его потеряли. А потом он загадочным образом всплыл в России. Как вы понимаете, российские алмазы той поры были исключительно импортными. Но в 19 веке эта ситуация начала меняться. Знаменитый путешественник и натуралист Александр фон Гумбольд перед поездкой в Россию писал российскому министру финансов, что Урал – это русская эльдорадо. Там наверняка можно найти алмазы. И он был прав. Уже в 1829 году на территории Пермской губернии нашли первые алмазы. Только вот уральские месторождения оказались не слишком богатыми. Россия оставалась на голодном алмазном пайке. Но 20 век изменил ситуацию. Дело в том, что для алмазов нашлось применение. Точнее, о нем вспомнили. Известная еще с древних индийских трактатов способность резать алмазами даже самой твердой материи оказалась как нельзя кстати. Современное машиностроение почти полностью построено на силе и твердости алмазов. Для СССР, который не слишком охотно сотрудничал с другими странами без необходимости, вопрос обеспечения себя собственными алмазами стал невероятно острым. Нет алмазов – нет прокатных валов и трубин. Нет станков и труб. После создания ядерной промышленности алмазы нашли свое применение и там. По сути, развитие Советского Союза как индустриальной державы, как и всех других промышленных стран мира, зависело от обеспеченности сверкающим камнем. И СССР их получал от той самой компании «Дебирс». Для индустриализации Советский Союз закупал у «Дебирс» больше всех в мире алмазов. Однако вопрос о собственных месторождениях с повестки дня не снимался. Снять его смогли уже после войны. Усилиями женщин. Лариса Анатольевна Попугаева родилась в 1923 году. Когда ей было 14 лет, ее отца, секретаря Одесского райкома партии, расстреляли как врага народа. Сама девочка вместе с мамой переехала в Ленинград. Во время войны Лариса служила в ПВО города, а потом получила геологическое образование в Ленинградском государственном университете. Уже после окончания учебы она начала работать в экспедициях геологического института под начальством Наталии Сарсадских. Еще одна выдающаяся женщина в этой истории. В 1954 году Попугаева отправилась в экспедицию в Якутию. И там случилось настоящее бинго. На берегу реки Дьяхи были обнаружены следы алмазного месторождения, кимберлитовой трубки Зорница. Если совсем грубо, это такой скрытый под землей фундамент бывшего вулкана, который разрабатывают открытым способом и в результате образуется такой гигантский карьер. Сверху выглядит как воронка от гигантского метеорита. Открытие этого месторождения в Якутии не просто личный успех. Страна получила столь необходимые алмазы на долгие годы вперед. Только вот награды Попугаева так и не получила. Дело в том, что тогда в Якутии действовала и другая экспедиция, которую назвали Амакинская. Так вот, руководство Амакинской экспедиции взяло геолога Попугаеву в оборот и начало шантажировать девушку. Они предложили два варианта. В первом она пишет заявление о переходе в состав Амакинской экспедиции. Причем дата должна стоять до момента эпохальной находки. То есть делала она эти открытия уже в составе Амакинки. Был и второй вариант. Ее берут под стражу и предъявляют обвинение в воровстве алмазов. Беспочвенное, разумеется. Статус дочери врага народа делал ее положение еще более шатким. В тот момент Сарсадских – геолог, которая пестовала Попугаеву, которая обучила ее всему, которая три года до этого своими ногами исходила сотни километров по якутской земле и в лютый мороз, когда за геологами по пятам шли волки. Вот эта самая женщина, которая из-за декрета просто не смогла поехать и совершить грандиозную находку, а вместо этого отправила коллегу, пытается выйти на связь с Попугаевой. Сарсадских пишет письма в Амакинку, пишет всем в ПДЦК КПСС, но в ответ лишь молчание. И в результате спустя полтора месяца шантажа Попугаева сдалась. Ее отпустили в Ленинград, а Амакинская экспедиция на всю страну громогласно заявила «Мы нашли алмазы в Якутии». Сарсадских с Попугаевой в отчетах даже не упомянули и обделили государственными наградами. Сарсадских до конца жизни считала Попугаеву слабовольным человеком, которая поддалась на угрозы. Дескать, просто не умела себя правильно поставить, когда на нее надавили. А вот на уровне государства СССР к 1959 году резко превратился из импортера алмазов в экспортера. Он вырвался на второе место в мире по добыче камней. А знаете, через кого СССР экспортировал алмазы за границу? Через Дебирс. Между советским руководством и этой корпорацией был заключен договор, что Дебирс будет выкупать советские алмазы, а потом продавать на внешней арене. Контракты между советским и российским алмазным рынком и Дебирс проживут до нулевых годов 21 века. В начале 60-х бриллианты начинают попадать на прилавки ювелирных магазинов массового потребления. Пускай это и не были какие-то выдающиеся камни, у многих они появились в шкатулках с украшениями. Цены на них кусались, но приобрести можно было. Золотое обручальное кольцо с бриллиантиками стоило до 550 рублей, то есть несколько зарплат. Простой советский человек смог впервые прикоснуться к элитному камню. На Западе бриллиант тоже шел в массы. После смерти Ротца Дебирс стал великим брендом, но потом дела пошли на спад. Проблема в том, что великий авантюрист не учел один факт. Факт, казалось бы, очевидный. Алмазы есть не только на территории, которую он смог занять. Помимо упомянутых Бразилии и Советского Союза, алмазы нашли еще в Анголе и в Западной Африке. Контроль над ценами больше стал невозможен, и цены стали падать. Компания вошла в период упадка. Но компанию спасли. На пост управляющего попал человек с фамилией Оппенгеймер. И нет, это не создатель ядерной бомбы и даже не его родственник. Эрнест Оппенгеймер, уроженец немецкого Франкфурта, смог вывести угасающего бриллиантового гиганта из этого смертельного пике. Помогла ему в этом война. Союзники по антигитлеровской коалиции стремительно наращивали промышленные обороты. И Дебирс на этом фоне смогла увеличить продажи. Но если бы все было так просто. У Оппенгеймера был сын, Гарри, и он сделал ставку на рекламу. При нем Дебирс в глазах общественности перестала выглядеть как такой злобный спрут, который насилует африканский континент. Компания стала следить за своим публичным образом. Дебирс, которые работали в ЮАР, активно выступали против апартеида. И все ради, понятно, продаж в остальных странах. Но одно дело образ бренда, а другое продажа. Гарри с его оксфордским образованием вспомнил историю про помолвочное кольцо Марии Бургундской. То самое с бриллиантами в форме буквы М. И эту историю раскрутили как основу для новой моды. Бриллиант из простого камня превратился в символ вечной любви. Ему самое место на помолвочном кольце. И венчалась вся эта рекламная кампания громким слоганом. И, конечно, гениальным слоганом. Бриллианты вечны. Как и любовь. Интересно, что слоган этот для Дебирс придумала копирайтер рекламного агентства, которая ни до, ни после не была замужем. Логика работала с помолвочными кольцами на две целевые аудитории. Ну, во-первых, на женщин. Провоцирую их на ожидания. Раз уж будущий жених дарит невесте кольцо с бриллиантом, знаешь, действительно у парня серьезные намерения. Во-вторых, на мужиков. Если ты можешь подарить кольцо с бриллиантом, ты уже, типа, крепко стоишь на ногах и лучше будешь думать о себе. И, знаете, это сработало. Когда будущая королева Елизавета II объявила о помолвке с принцем Филиппом, журналистам показали ее обручальное кольцо, а в нем бриллиант. Причем не простой, а из драгоценной тиары, которую когда-то матери принца Филиппа Алисе Баттенберг подарил российский император Николай II. Этот тренд с кольцами быстро подхватили другие знаменитости. Мерлин Монро, Грейс Келли, Элизабет Тейлор. И на экране, и на церемониях, и на фотосессиях их стали украшать бриллианты. Красивая история, вот история из прошлого, стала новой маркетинговой модой. Идеальные ингредиенты хорошего маркетинга – это звезды и светская жизнь. И звезды действительно раскрутили образ кольца с бриллиантом, как будто без него уже, в общем, и никакой брак не брак. А за всей этой компанией стояли люди из Дебирс. В 60-х маркетологи решили сдвинуть фокус внимания с обручальных колец. Ну, все-таки никто не будет дарить их каждый год. Дебирс решили показать, что бриллианты – это символ крепкой любви, чтобы их чаще дарили просто в отношениях. И ни в коем случае не передаривали. Примета плохая, ну, потому что выручка же падает, да? И вот этот вот слух тоже – нельзя дарить бриллианты, покупать бриллианты вот в скупках, нельзя, чтобы кто-то носил. Это такая энергетика плохая. Ну, очевидно, почему нельзя. Все должны покупать новые предметы роскоши, иначе как бы в чем смысл бизнеса. На теме феминизма Дебирс тоже не забыл сыграть. В начале нулевых Дебирс продвигал идею о том, что кольцо с бриллиантом на правой руке – это символ женской власти. Так вот, это просто ремейк рекламной кампании 50-х. Тогда Дебирс старался заложить в голову женщинам мысль о том, что украшение с бриллиантами – это атрибут женской моды. А теперь это не только про любовь, но и про стиль, и про женскую красоту. Гарри Оппенгеймер сделал то, что Ротс сделать был неспособен. Он воспользовался падением стоимости алмазов и неспособностью Дебирс больше управлять ценами. И воспользовался, чтобы сделать их массовыми. Из-за роста спроса камней снова стало не хватать. И тогда Дебирс смогла без проблем снова задрать цены. Продажи бриллиантов Дебирс в оптовой торговле с 1939 по 1979 только в Соединенных Штатах Америки выросли почти в 100 раз – до 2 миллиардов долларов. Интерес к рынку алмазов стал еще больше. И в какой-то момент он вообще был нездоровым. Настолько, что жажда заполучить алмазы закончилась большой кровью. В 2006 году на киноэкраны вышел фильм с Леонардо Ди Каприо под названием «Кровавый алмаз». В нем молодой контрабандист из бывшей Родезии «Привет Сесилу Ротсу» занимается сбытом алмазов во время гражданской войны в государстве Сьерра-Леоне в Западной Африке. Фильм тогда получил массу наград, но не только потому, что был очень хорошо снят. Он был невероятно актуален и реалистичен. После того, как в 60-е многие африканские государства стали независимыми от европейских метрополий, за небольшим исключением там наступила череда тотальной нестабильности. Разные народы, племена, группы интересов резали друг друга без перерывов и выходных. Одной из таких стран стала Демократическая Республика Конго, которая вместе с независимостью от бельгийцев получила бедность, постоянные перевороты и невероятные запасы природных ресурсов. Кобальт, медь, уран, вольфрам, золото и, что нам самое важное сегодня, алмазы. В 1994 году в соседней Руанде произошел геноцид. Около миллиона представителей народа Туцси были убиты представителями большинства народа Хуту. В итоге Туцси смогли остановить геноцид. Хуту, боясь возмездия, убежали через границу в Конго под покровительством местного диктатора Мабуту Сико. Но Туцси ни о чем не забыли. Руандейцы вместе с повстанцами, противниками режима Мабуту, начали боевые действия. В дело вмешались другие страны региона. В результате, меньше чем за год, небольшая Руанда с населением в 7 миллионов после геноцида переломила хребет Конго с 45-миллионным населением. Но у этой войны была темневая сторона. Она во многом велась на деньги, которые власти получали с продажи алмазов. Пока под властью Мабуту оставался регион на юге страны, богатый месторождениями, они могли закупать оружие и нанимать иностранных наемников. Как только регион пал, режим рухнул меньше, чем через месяц. Похожая история происходила в соседней Анголе. Здесь резня продолжалась 27 лет. 75-го года по 2002-й. И все потому, что в руках у повстанцев из движения УНИТа были алмазные месторождения. По сути, ты как будто в видеоигре ввел код на бесконечные деньги и можешь воевать до тех пор, пока у тебя есть возможность продавать алмазы. Но главный ужас снова произошел в Конго. Уже в 98-м там началась война, о которой у нас почти ничего не знают, но масштаб которой поражает. 9 стран, свыше 20 группировок, сотни миллионов человек и свыше 5 миллионов погибших. Все это стало возможным лишь потому, что стороны контролировали алмазные месторождения, которые были местным топливом войны. Именно это и называется кровавыми алмазами. А на фоне борьбы между разными группами вооруженных людей, часто это даже сложно назвать государственными армиями, страдают люди. Сколько историй из Африки, где маленьких детей и подростков целыми днями заставляют просеивать гравий в поисках алмазов. Они ведут себя, как будто время застыло. И мы еще в 19 веке. А речь не о свободных людях, а о рабах времен расцвета бразильской алмазной торговли. Но если там был понятен механизм отмены рабства, то как освободить этих людей решительно непонятно. Мировое сообщество не раз выражало озабоченность этой ситуации. Был даже придуман целый механизм, чтобы бороться с продажей кровавых алмазов. Он называется кимберлийский процесс. Проблема в том, что эффективность его до сих пор под сомнением. Это банально невыгодно участникам соглашения, хотя открыто они это могут и не признавать. Алмазная промышленность продолжает расти. Сегодня рынок, по сути, поделили два гиганта. Российская Алроса и пресловутый Дебирс. Новые технологии требуют все больше алмазов, в первую очередь в компьютерной сфере. Это порождает все больший спрос. Вот если в 1950 году в мире добывалось меньше 20 миллионов карат, то вот в прошлом году только в одной России добыли больше 34 миллионов. Сегодня за ценами на алмазы все следят на биржах. Они очень волатильны, и в зависимости от политической ситуации и отчетности компании цена то падает, то вновь растет. Для многих бриллианты стали средством инвестиций. Это, кстати, тост-придумка Гарри Оппенгеймера. Бриллианты вечны. Не только как символ любви, но и как страхование от рисков. Знаете эту поговорку? Вкладываться надо в камешки. Ну вот, собственно, это такая инвестиционная стратегия. Как непременный атрибут помолвки, которые нам внушили через маркетинг, они все еще сильны. Но на днях мне попалась уже не реклама помолвочного или обручального кольца с бриллиантом, а фото колец в честь развода. Известная модель Эмили Ротаковски опубликовала снимок двух бриллиантовых колец, которые получились в результате раздела одного обручального. Ну, возможно, конечно, это разовое явление, а возможно, перед нами новый тренд, и продавцы бриллиантов смогут зарабатывать дважды, то есть еще больше. Первый раз на помолке, второй раз на разводе. Помолвку отпраздновали, свадьбу отгуляли, ну и что, надо себя порадовать. В то же время центры обработки огранки алмазов смещаются. Антверпен, который 500 лет сохранял статус мировой бриллиантовой столицы, теряет позиции. Центр уходит туда, где вся наша история началась, то есть в Индию. У алмазов такие же проблемы, как у золота и других ресурсов, которые провоцировали у людей чувство алчности. Кровь, насилие и эксплуатация. Это такие же синонимы алмазной торговли, как Дебирс, Тиффани и Кортье. Кровавые алмазы, сколько бы фильмов о них не сняли и сколько бы конференций не провели, пока в историю уходить не хотят, и все еще с нами. Но у нас есть и неожиданная история успеха. Бацвана — это африканская страна, которая возникла из-за желания РОЦа расширить британские владения. И сегодня она показывает пример, как нужно обращаться с алмазными богатствами. Это государство с одним из самых высоких ВВП на душу населения в Африке. Там не было гражданских войн, не было переворотов. В стране относительно стабильная политическая ситуация. Работают экономические институты. Средняя зарплата у работников в возрасте 35-44 лет около 40 тысяч рублей в месяц по курсу местной валюты. Какой вывод из этого мы можем сделать? В ужасах виноваты не алмазы. Виноваты, как обычно, люди, которые за ними охотятся. Дорогие друзья, до новых встреч. Спасибо, что смотрите наш формат «Просто вещи». И увидимся, как говорится, в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин